приветствую друзья на связи андрей жариков и в данном видео хотел бы обсудить и комментарии которые были оставлены на моем канале за последние несколько дней как вы наверное заметили многие лидеры компании квестер world ага когда публикуют видео они отключают вас возможность комментировать эти видео возможно потому что они не хотят слышать точку зрения которая отличается от их точки зрения я в принципе считаю что каждый имеет право на свое мнение мы не должны быть иметь все одинаковое мнение и ходить строем как было в советском союзе те времена уже прошли каждый имеет право иметь свое мнение может его высказывать главное чтобы это делалось цивилизованно без оскорблений без мата в нормальном таком режиме обсуждения то есть один привел аргументы другой привел аргументы то есть для этого собственно нам людям и дана голова дан род который может это мнение высказывать и поэтому я благодарен как тем кто высказывает мнение скажем совпадающие с моим в комментариях так и тем кто меня критикуют то не согласен с моим мнением эти люди то также имеет право имеет свое мнение иметь свою позицию и я бы хотел друзья пояснить такой момент вот смотрите вот как вы думаете чем отличается конструктивная критика от поливания грязью а потому что некоторые допустим в комментариях как бы воспринимают а вот то что я говорю своих роликах именно как поливание грязи вот мне заняться больше нечем и вот я тут мусолю один негатив а вот давайте разберемся что такое конструктивная критика и поливание грязи вот предположим человек говорит мерседес это плохая машина это ведро с гвоздями а когда его просят ну приведи какие-нибудь доказательства он ничего не приводит нет это ведро с гвоздями это плохая машина примеру да вот я бы сказал что это поливание грязи так потому что она необоснованно человек не привел никаких аргументов именно в защиту своего мнения а вот если человек говорит вы знаете вот в моем мерседесе вот я заметил такую-то проблему да и он на эту проблему ссылается может быть он действительно заметил какую-то неконструктивную доработку и он допустим пишет компанию об этом и компания замечает что действительно он прав вы слышали наверняка что бывали случаи когда автомобильные компании отзывают там тысячи десятки тысяч машин именно отзывают обратно то есть представьте каких огромных расходов а компания тяну как компания терпит это же надо отозвать столько машин оттранспортировать обратно на завод и делать там с ними изменения но компании идут на это а ведь задумайтесь эти отзывы с чего начинаются ну наверное они начинаются с того что кто-то обнаружил проблему и об этой проблеме сказал а ведь в некоторых случаях эта проблема касается безопасности что ну например обнаружили что тех технологическая недоработка какая-то конструктивно реально а может привести к тому что человек потом погибнет в аварии к примеру ну допустим там подушки безопасности там срабатывают не вовремя ну и так далее то есть и как как вы считаете пользователь такой машины если он обнаружил проблему до должен об этом сказать или и он должен промолчать мне кажется должен то есть если есть какая-то проблема давайте ее обсудим давайте ее донесем то есть а у многих получается позиция такая что нет об этом надо молчать вот просто сидим и молчим такая позиция да говорим только хорошее только позитив но еще раз конструктивная критика она для чего делается чтобы улучшаться то есть инженеры посмотрели и увидели например да проблемы есть давайте подумаем как это можно улучшить ведь смотрите те автомобили которые сейчас есть они лучше чем тех которые были сто лет назад согласитесь тарантасы такие да лучше а почему лучше а потому что инженеры думали о том как автомобиль сделать удобнее безопаснее быстрее и так далее и естественно это не на пустом месте делалось именно шла конкуренция шла критиковали какие-то недостатки вот прекрасно знаете там часто критикуют недостатки российских автомобилей например и есть за что критиковать безусловно и это тоже конструктивная критика когда тебе тыкают твои недостатки поэтому господа хорошие вы можете обижаться можете не обижаться но мне кажется опять же я если обсуждаю какие-то моменты я как мне кажется делаю это конструктивно еще раз я вам пример привел кто-то говорит мерседес ведро с гвоздями никаких фактов не приводит или человек говорит вот есть такая такая то проблема например в случае компании квест-реагам я называю конкретные факты какие пожалуйста украина казахстан германия польша выплат нет больше двух месяцев это факт или это моя выдумка это факт будете спорить или что то есть или 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 вы понимаете или для вас это мои слова то что я привожу как факт что этот как я не знаю заклинание какой-то только не говори не говори что уже два месяца выплат не так что ли еще раз если есть факт так давайте его обсуждать эту проблему с 1 августа выплат нет вообще нигде это факт ну будете спорить если у вас есть что возразить пишите приводите какие-то аргументы ну например вдруг случилось чудо и кому-то там заплатили что-то вывели ну хорошо запишите ролик а покажите а вот мне вывели то есть ну опять же давайте по фактам говорить а не просто молчи не надо негатива что-то тут негативишь да по фактам давайте по фактам и так переходим непосредственно комментариям райгуль у олива вам андрей какое дело что вы пыжитесь что вы хотите себе доказать вы что гадалка что вы все время гадаете что будет в будущем слушать вас противно вот возобновится вывод состоится лидер шип что вы скажете что вы скажете что так что ваши прогнозы надоели уже всем успокойтесь наконец-то райгуль а ну во первых ваши фразы над прогнозы надоели уже всем по моему в наше время где на ю тубе там миллионы если не миллиарды роликов никто никого не заставляет что-то смотреть какой-то ролик да то есть если мои ролики кому-то надоели так не смотрите занимайтесь своими делами слушайте позитивные только ролики где рассказывается что квест реагам это замечательная компания и так далее но собственно сейчас такая ситуация что когда извините в четырех странах выплат нет уже больше двух месяцев а с 1 августа выплат вообще нет нигде до у некоторых инвесторов начали мозги потихоньку включаться и они стали думать а все ли так хорошо как нам рассказывают на конференциях и вот тогда они начинают искать альтернативную информацию вот и все поэтому ваши фразы что там мои ролики надоели слушать вас противно ну так еще раз кто заставляет вас как будто на вид на веревке тащат смотреть ролики андрея жариков не смотрите вот и все а нурлан шикенов это нурлан говорит про меморандум впервые вижу такой документ снизу на росписях у антонио на английском а у наших на русском типа тыс с снг тебе на русском а я из европы мне на английском надо сделать либо на русском либо на английском данном случае это все на русском весь документ то и все должно быть так если это конечно не электронная почта или название компании ну если брать да сам меморандум можете заметить что имя антонио вера баллу написано латинскими буквами лидеров из казахстана кириллицей то есть русскими буквами но решили так я как бы на самом деле не считаю что это принципиально то есть тут тут главная суть что дает ли документ какие-то гарантии по сути никаких гарантий он не дает ну я тут написал в комментарии странное оформление видимо сочиняли сей документ на коленке поэтому получилось как получилось но вот вячеслав зволинский спросил что они курили когда писали этот текст а я ну решил пошутить и сделал скриншот известной картины сейчас вы ее увидите запорожцы пишут письмо турецкому султану вот примет примерно так наверное это и сочинялось а так некий пользователь пишет рабала христиан андерсон вообще в курсе что на всех лидеров из казахстана заведут уголовные дела если простые инвесторы не получат свои деньги поэтому лидеры больше всего на суете отца а сама встреча ничего не дала опять завтраками накормили и лапшу навешали детсад ну конечно меня позабавило как он его назвал рабала христиан андерсон а насчет того что на кого-то дела заведут думаю ему по барабану ну я имею ввиду что тем кто создавал компанию квестра если действительно все выплаты не возобновятся и инвесторы поймут что все закончилось скамом то собственно сами понимаете те кто создает такие компании которые скамом заканчиваются им без разницы что в конце кто-то там потерять деньги а насчет господина рабалу я написал скорее всего сам он уже будет далеко так абдул пишет андрей привет это филькина грамота надо просто протянуть время хороших новостей быть и не может сама компания существовала на салфетках уважаемые инвесторы примите мои глубокие ну на я так понимаю соболезнования вот филькина грамота да это известная уже устоявшиеся выражения из басен крылова кто не знает что она означает почитайте вот и как я и сказал что действительно она никаких особой гарантии не дает а просто служит для успокоения инвесторов чтобы дать им какую-то надежду вот ждите там скоро 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 вам биткоин подключат абдул также пишет то что было в лбм для многих покажется испугом тем что будет вагам но я слышал про компанию лбм что была такая крупная тоже компания в которую очень много и многие люди вложились и многие потеряли деньги естественно ну а поскольку компания квестра гам проработала на рынке достаточно давно и люди вкладывали серьезные суммы то конечно негатива негатива стоит ожидать большого абдул также пишет халявы не бывает давно понять это но скажем так абдул а если мы говорим называем халявый пассивный доход он все-таки бывает а другое дело я бы так сформулировал что если доход а чрезмерно высокий то скорее всего а чаще всего это относится к хайпом пирамидам то да как говорится такой сыр бывает именно в мышеловках алия написала спасибо отличное видео это вот промо меморандум я написал спасибо алия так даньяр написал я не понимаю даже если скам вам то зачем это делать видео про агам а я отвечаю когда люди месяцами не получают выплаты у них наконец-то включаются мозги они понимают что дела обстоят далеко не так красиво как вещают лидеры на утренних кофе они начинают искать информацию видео про квестру набирает много просмотров что тут непонятно то есть некоторые говорят а ты пиаришься да я этого особо и не скрываю другое дело что ну я считаю что я еще делаю полезное дело какое а я даю людям альтернативную точку зрения вот еще раз давайте задумаемся вот представьте не было бы в интернете сейчас ни одного негативного ролика про квестру только позитив что квестра замечательная компания то есть и представьте выплат с 1 августа уже нет нигде людей можно заводить только через внутрянку и негатива никакого нет и чтобы сейчас происходило те кто в квестере есть они бы значит спокойненько сейчас заводили людей продавали им внутрянку понятно что если бы негатива не было то можно было бы но беспрепятственно это делать заводить людей а это хорошо но те кто сейчас в квестере они наверное сказали бы да хорошо потому что мы тогда бы без проблем ну заводили людей но на минуточку давайте представим а если выплаты и дальше не возобновятся это что означает это означает что а получается те кто продает новым внутрянку они затаскивают людей на тонущий корабль то есть представьте себе там а титаник тонет с него уже ноги надо делать а какие-то товарищи там например говорят тем кто там шлюпках а у нас классный корабль у нас круиз давайте-ка забирайтесь поплывете с нами до преследуя свои там корыстные цели поэтому я считаю что а люди которые сейчас ищут информацию компании должны а иметь обе точки зрения пожалуйста как говорится есть мнение за что в квестере все отлично все замечательно пожалуйста смотри эту информацию но есть еще и оборотная сторона и если человек допустим посмотрел ролики там какие-нибудь позитивные про компанию что квестер классная компания и посмотрел ролики андрея жарикова допустим или какие-то другие где компанию критикуют что выплат нет да и если он осознанно вот он посмотрел и то и другое и принял решение а я рискну а вот я рискну там куплю себе какой-то пакет пожалуйста я я ж не против это его собственные деньги это его собственные риски то есть человек ну если он взрослый как говорится в трезвом уме и в твердой памяти если он принял такое решение он а риски осознает пожалуйста но вот именно важно чтобы была и та и другая информация вы же наверняка когда ищите какой-то товар вот вы собираетесь купить там для дома что-то для кухни вы ищите отзывы и вы наверное замечали что есть отзывы положительные а есть отзывы отрицательные каком-то товаре и согласитесь а знать отрицательные отзывы отзывы тоже полезно правда потому что человек попользовался каким-то товаром и увидел в нем недостатки а когда заметьте кстати вы наверное сами замечали когда смотришь и там только 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 вот хвалебные отзывы никаких вот никакой критики нет сразу подозрение возникает что-то тут не так потому что очень много отзывов просто проплачены да то есть проплатили там копирайтером и они там социальных сетях или где-то на сайте пишут вот такие вот позитивные отзывы то есть это прямо глаза бросается что вот негатива нет вот только сплошь позитив поэтому я считаю что должны быть представлены обе точки зрения вы можете сказать да ладно что ты рассказываешь уже все все давно поняли что там квест раскам уже никто никого не приглашает ага рассказываете вот смотрите я нахожусь сейчас в разделе комментариев да и обратите внимание вот эту вкладку именно она помечена как спам сюда а попадают именно комментарии когда люди кидают какие-то реферальные ссылки да в комментариях вот смотрите а что товарищи абсолютно нагло без проблем кидают свои реферальные ссылки для регистрации вагам да то есть а а вы мне рассказываете что все все знают пожалуйста вот за один день вот я сейчас пролистаю за один день вот товарищ кидал вот квестра регистра вот товарищ тут дэвид константин какой-то ссылки тут кидает квестра регистра вот тут про пакеты расписывает да пакеты отлично вот еще квестра news official вон на русском на английском на китайском на немецком пожалуйста пожалуйста вот заметьте это свежие комментарии это не то что там в июне вон один день назад то есть это вот за один только вчерашний день вот столько уже накидали а вы мне рассказываете что все все понимают и ведь заметьте эти товарищи прекрасно знают что выплат нет но они любой ценой пытаются кого-то к себе затащить ну я так понимаю видимо чтобы впарить свою внутрянку чтобы хоть как-нибудь там свое вывести свое обналичий вот и думаете все все ли дружат с головой или можно сказать что этим вот эти товарищи им как бы по барабану то есть они готовы затаскивать людей на тонущий корабль либо свою шкуру спасти так получается эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ